Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Израиле и каковы перспективы войны с Ираном, и когда всё закончится у вас на Ближнем Восточном? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, на мой взгляд, идёт одна война, и эта война – Третья мировая гибридная война. И с самого первого дня российской агрессии широкомасштабной против вашей страны я звонил во все колокола, как журналист, как военный историк, как военный аналитик, и пытался объяснить всем людям, сохранившим критическое мышление и здравый смысл, что речь идёт про одну широкомасштабную войну, и мы в Израиле будем вовлечены в эту войну. Конечно, я не мог предположить, что обстоятельства вовлечения будут столь болезненны и трагичны для нашей страны. Этого никто не мог предположить и представить. Но то, что нам не удастся остаться в стороне, это было совершенно очевидно для любого здравомыслящего человека. Именно поэтому с первого дня войны я всё, что мог в рамках частного лица, свободного журналиста, военного эксперта, консультанта, всё, что я мог, я сделал для того, чтобы помочь Украине в этой борьбе. И таких, как я, были в Израиле тысячи и тысячи людей. Я хочу этот момент отметить. Может быть, даже десятки тысяч, я не знаю, никто их не считал по пальцам, но это очень ощутимое количество людей. Теперь давайте разберёмся более, так сказать, по существу. Вот вы задали ряд вопросов, о которых сегодня говорят и в Израиле, и в Украине, и в Америке, и во всём мире, собственно. Вы совершенно верно отметили, что это не война между Израилем и арабами. Это война между Израилем и Ираном, потому что корень проблемы в Иране, в иранском исламском фашизме. И смотрите, какая интересная штука получается. Все фашистско-тоталитарные страны, они все нашли между собой общий язык. Смотрите, условно говоря, давайте, простим, сейчас не надо кидаться в меня там табуретками. Допустим, Россия — европейская страна, да? Иран — это Средний Восток. Северная Корея — это Дальний Восток. То есть они все в разных частях света находятся, но они прекрасно находят общий язык на почве вот этого людоедского фашизма своего и агрессии, и экспансии. И от них только проблемы окружающим странам. Они несут только агрессию, ненависть, войну и экспансию. И сейчас необходимо, чтобы все здравомыслящие силы на Западе объединились вместе для того, чтобы противостоять этой коалиции зла. Если мы будем каждый воевать порозень, нас передавят по одиночке. И Америка только кажется, что она большая, могучая, где-то далеко. Один в поле не воин. И об этом я говорю тоже, уже, может быть, вы помните, и с вами мы на эту тему беседовали не первый раз. Я просто бью во все колокола, что страны доброй воли, люди доброй воли должны объединяться. И я ратую, чтобы мы, как гражданское общество, надавили на наши политические структуры в Израиле и в Украине для того, чтобы началось сближение намного более существенное наших стран не на уровне гражданского общества, гражданское общество давным-давно уже осознало и в Украине, и в Израиле, кто друг, а кто враг. А я говорю сейчас про политиков, про те, кто принимает решения. И у вас, и у нас нет этого понимания. И это большая проблема. И только от нас с вами зависит это донести до них. Вот я, кстати, хочу сказать, что я был сейчас в командировке в Чехии, и я встречался там, я на одной платформе встречался там с представителями и еврейской диаспоры, и украинской диаспоры. Велись разговоры серьезные, и есть результат, есть конкретный результат. Вот люди, граждане Украины, которые находятся в диаспоре, в Чехии проживают, как этнические евреи, так и этнические украинцы, состоятельные люди, приобрели два джипа «Чароки», «Гранд Чароки». И эти джипы переданы сейчас в СУ. Один джип ушел в подразделение снайперов, другой джип ушел в подразделение «Гура» мобильное. И это вот на следующей неделе эти джипы уже будут в Украине, они уже будут на службе вашей армии, ваших вооруженных сил. Я верю в политику малых дел. Я верю в то, что если мы с мест начнем это продвигать, это в итоге превратится в одно большое дело. Я немножко перебью в тему, задам вам вопрос, и вы вернетесь к тому, о чем хотели сказать в рамках моего первого вопроса. Вы знаете, многократно бывая в Израиле в разные годы, я первый раз приехал в Израиль, наверное, в году 92-м, я всегда с удивлением замечал, как в сетке телепрограмм Израиля любой может смотреть каналы НТВ, «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «Россия». И все это наверняка происходит до сих пор. В Израиле вообще понимают, я не говорю про руководство, у них какие-то свои отношения с Путиным. Натаньях уж всегда с ним дружил, они прекрасно ладили. Я помню, как Натаньях уж с женой Сарой принимали Путина у себя дома, как дорогого гостя. В Израиле вообще понимают, что Россия – это вселенское зло. В Израиле понимают, что надо отключить эту пропаганду российскую, что надо вообще прекратить всякие контакты с фашистским государством, которое стоит за Ираном. Вы задали прекрасный вопрос, я обязательно на него отвечу, но я сначала докончу ответ на прошлый ваш вопрос. Я отвечу очень коротко. Когда почти три года назад российские танки пересекли вашу границу, никто не мог предположить, что это будет продолжаться почти три года. Кто-то говорил, да что там, сейчас хохлов раздавят, там русская великая армия, сейчас там это все, там две недели. Кто-то говорил, ну там, сейчас американцы, дипломатическое урегулирование, значит, никто не мог предположить. В самом страшном сне. Когда год назад началась у нас война, никто в Израиле не мог предположить, что это будет тянуться год. Мы сейчас находимся с вами в рамках Третьей мировой гибридной войны. Она не будет короткой. Она будет страшной, кровопролитной, тяжелой. И у нас нет выбора. У нас очень простой выбор. И у вас, и у нас, у всех добрых людей простой выбор. Победа или смерть? Свобода, честь, достоинство и победа, либо позорная смерть и поражение. Все. Потому что мы боремся за существование наших цивилизаций. Нам не могут простить, что мы существуем иначе, в другой форме существования цивилизационной. Это не борьба за Крым, за Донбасс, за какие-то территории. Это борьба за цивилизационный путь. Что касается вашего вопроса насчет России. Я хочу тут... Это очень болезненный для Израиля вопрос. Потому что когда-то, когда Израиль создавался, в 1947-1948 год, здесь были значительные общественные и политические силы, которые выражали горячую симпатию Советскому Союзу и Сталину. Советский Союз и Сталину были одними из основателей Израиля? Это не совсем так. Это не совсем так. Это несколько притянуто за уши. Вот знаете, давайте исходить из базовой предпосылки, что все, что транслируется российской, советской пропагандой, это все ложь или полуправда. Я сейчас просто... Я не ссылаюсь на российскую, советскую пропаганду. Я же в Израиле знакомился с документами. Мы же знаем, как на Генассамблее ООН Громыко выступил как один из инициаторов создания Израиля. Речь Громыко, безусловно, имела значение политическое. Я не отрицаю это. И, конечно же, и в Израиле это осознавали, иначе не назвали бы его именем улицу, которая до 67-го года в Калибиве так называлась, улица имени Громыко. Однако, даже если мы возьмем и посчитаем голоса, как проголосовали в 47-м году в ноябре за разделение этой территории на еврейское и арабское государство, то даже без советских голосов, без этих семи голосов Советского Союза и Варшавского блока, который тогда еще не оформился окончательно, у Израиля было большинство. И вот эта знаменитая история про то, что якобы Сталин через Чехословакию продал Израилю оружие, вот сейчас я был в Чехословакии, вот сейчас, и встречался там с людьми, со специалистами, этот вопрос разбирал. Нет, это было не так. Это Чехословакия продала Израилю оружие, потому что половина людей, кто стояли вокруг этой сделки, это были этнические евреи, они все были там коммунисты-социалисты, все были левые, испытывали симпатию к левому израильскому правительству. И Сталин просто в 47-м году не имел инструментов этому воспрепятствовать. А потом, в 51-м, 52-м году, он уничтожил всех без исключения, кто стоял вот в этом проекте. Всех чешских коммунистов. Сталин был рациональным человеком, он хотел создать еще одно социалистическое государство на Ближнем Востоке. Учитывая, как он не любил евреев, и учитывая, сколько евреев делали революцию в Советском Союзе, в России, он посчитал, что эти активные евреи теперь будут основой социалистического государства Израиля. Вот и вся история. Там было немножко сложнее, но давайте не будем вязать в подробностях. Я к чему это все рассказывал? К чему этот момент? Что в Израиле так или иначе испытывало много людей, достаточно сантименты. Вот к этой пропаганде Сталин великий, там, после Второй мировой войны, значит, победитель Гитлера. Замечательно. Потом, начиная фактически с 49-го года, нагнеталась антисемитская пропаганда. Вы помните, это дело врачей, дело безводных космополитов. Началось все это с убийства Михоэлса и так далее, и так далее, и так далее. И фактически, фактически, с 55-го года, когда впервые Советский Союз продает танки Египту, уже Сталин подох на тот момент, но неважно. Вот с того момента не было ни одной войны, пока существовал Советский Союз, на Ближнем Востоке, которая бы началась без вмешательства Советского Союза. Прямого. То есть они, вплоть до того, что они воевали на стороне арабов, то есть стреляли в евреи, евреи стреляли в них, и они погибали. В 67-м году? Не только. В 67-м. Я не буду сейчас... Вот кому интересно, пусть Википедию откроет и посмотрит, или на мой канал зайдет, там у меня много стримов на эту тему. Так вот. И не могли освободиться. Тем не менее, вот мы воевали уже с Советским Союзом. Вот представляете, что такое косность мышления? А все равно, вот были здесь люди, были кибуцы, где по три портреты Сталина висели. Я приехал в Израиль в 90-м году, еще таких кибуцев, два-три оставалось в стране. И взяло время, чтобы это искоренилось, вот когда это поколение просто ушло. А потом, значит, вдруг в 2005-м году возникла такая идея, что у нас новый этап отношений с Россией. И вот теперь, значит, Россия наш великий друг, приехал Путин в 2005-м году в Израиль и так далее, и так далее. И нам казалось, нам очень хотелось, чтобы Великая Россия действительно пересмотрела свои позиции. Мы на это возлагали большие надежды. А потом война 2006-го года, и боевики Хизбаллы стреляют в упор по нашим танкам российскими корнетами. Хотя Путин обещал, что этого не будет. Ну, Путин же не будет врать, мы же понимаем слово. И нам бы опомнится, но слишком вот в розовых очках мы пребывали. И я вам хочу сказать, вкладывалось, вы не представляете себе, какие ресурсы и какие деньги и какие человеческие ресурсы вкладывались в то, чтобы запудрить израильскому народу мозги. И какое количество выехавших из Советского Союза и России агентов КГБ и ФСБ приехало в Израиль, важно сказать. Колоссальное, просто колоссальное. Давайте не будем на эту тему тоже тешиться иллюзиями. Да. Но, но, понимаете, в чем дело? Все-таки, вот, понятие свободолюбивый народ с здравым рассудком, это все, как бы, не выкорчевать и не убить пропагандой. И, конечно, очень многим удалось запудрить мозги, это объективный пакт, однако, вы знаете, я хочу вам сказать, когда началась агрессия против Украины, у огромного количества израильтян, вот эта пелена спала с глаз. И Россию стали воспринимать так, какой она есть. И не случайно на второй или на третий день войны, я не помню, вышли толпы людей, толпы, многие десятки тысяч на площадь перед Тель-Вивской мэрией, и далеко не все из них были русскоговорящие, там была значительная часть этнических израильтян, которые здесь родились и не знали русского языка, украинского языка. И не случайно Тель-Вивская мэрия была окрашена в цвета украинского флага, и не случайно тогда министр иностранных дел был Лапив, он назвал Гучу геноцидом, и много еще можно, и не случайно Израиль прислал полевой госпиталь, кстати, единственное государство, которое это сделало, и несколько месяцев этот госпиталь работал в ответственности Львова. Так что, и это можно продолжать, этот список, я не хочу сейчас тратить время, драгоценное эфиро, на вот эти вот подробности, которые, кто захочет, тот может это легко найти. Теперь, среди израильского эстеблишера и среди израильского генералитета наступало вот постепенное такое прозрение, не у всех, но очень у многих, что Россия это варварское фашистское государство, что это никакой нам не друг, а когда год назад у нас началась война, и когда мы начали находить не просто какие-то там фрагменты оружия, я прошу прощения, в Газии был завод, который по российской лицензии производил автоматы Калашникова. Количество оружия, которое сейчас нашли в Ливане российского производства, поразило всех, это просто можно армию вооружить. Понимаете? То есть вот они могут только, они дороги построить не могут, но накачать оружием всех бандитов и фашистов на свете, это им попричит, понимаете? Вот. И в Израиле... Выводы какие? Скажите, отключены российские пропагандистские каналы? Российские пропагандистские каналы не отключены, однако, интересный момент, рейтинг у этих каналов катастрофически упал. Катастрофически. Почему они до сих пор работают? Вот вопрос. Понимаете, в чем дело? У нас демократическая страна, и фактически это решение, фактически это решение тех компаний, которые осуществляют предоставление вот этого вот сервиса, да, они считают, что это нецелесообразно, при том, самое интересное, что эти компании, вот этот российский пакет, они дают его как базовый, то есть фактически, если ты покупаешь вот базовый пакет, это туда ходит интегрально. Но еще раз повторяю, как бы ни старались эти каналы, и как бы там ни проводили они свою политику, в любом случае, по всем социологическим опросам, 75% израильтян категорически поддерживают Украину в ее борьбе, это при том, что среди арабского сектора значительная часть людей поддерживает Россию украинцов. У нас же, да. Да, понятно. Израиль придет к тому, официальный Израиль, что надо Украине помочь оружием, в котором с Израилем мало кто сравнится, то есть, мы же знаем, какие умные головы разработали, какое классное оружие в Израиле. Ну, почему не помочь Украине? Это что, боязнь этой России долбанной в конце концов? Я думаю, что в рамках этого правительства, я, смотрите, я не хочу вам сказки рассказывать, я свое мнение выражаю на основании какой-то реальности. Я думаю, что на данном этапе, на данном этапе вряд ли это возможно. Следующее правительство вполне возможно пересмотрит это представление израильской о нашей геополитической позиции, потому что есть большой запрос от избирателей на это, значительный запрос. Да, я считаю, но я хочу вам сказать, я считаю, что не с оружия надо начинать. И я об этом тоже очень много говорю. И я это говорю с первого дня войны. Я говорю о том, что необходимо начинать с намного более фундаментальных вещей. Постоянный обмен делегациями ваших специалистов и наших специалистов, чтобы шел обмен опытом, чтобы шло взаимопроникновение в силовые структуры на уровне выстраивания союзнических отношений. поверьте, это важнее оружия. Поверьте мне, как специалисту. И с этого надо начинать. Вот сейчас американцы размещают у нас системы противовоздушной обороны американского производства, аналоги израильской системы «Стрела». И они будут вместе интегрировано работать в смычке. Это беспрецедентный момент. До этого американцы такое делали только с британцами. Это не просто так происходит. Этому нужен фундамент определенный. И вот я говорил, и вы знаете, надо мной все время смеялись в Израиле, что ты, дескать, кое-бать, что ты, собираешься, чему. Я, между прочим, как военный инструктор с 15-го года в Украину привожу знания и навыки и приезжал неоднократно для того, чтобы чему-то научить украинских коллег в рамках самостоятельной, в рамках делегации я израильских это делаю. Так вот, я говорю о том, что с этого надо начинать. И вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Почему я говорю, что важна роль гражданского общества здесь? Почему я говорю, что нам нужно давить снизу на наших политиков и на наших чиновников? Потому что у израильтян тоже есть определенная обида на Украину. Я сейчас это не говорю ни в оправдании. Я сейчас говорю о том, на что нам надо влиять, чтобы ситуация поменялась. Я сейчас хочу отметить голосование, украинские голосования в ООН по поводу антиизраильской резолюции и так далее. Я говорю сейчас по поводу заявления Зеленского по поводу того, что нужно прекратить войну газа и он прекратил войну. Это было не самое умное заявление, вам честно скажу. Но если мы сейчас будем мериться обидками, кто кого как обидел и кто кому что неправильно сказал, мы далеко не продвинемся. Нам надо быть выше этого, нам надо быть выше некомпетентности и безответственности некоторых наших политиков, а нам надо понимать фундаментально, что только совместно мы два народа, две цивилизации, объединив наши усилия, сможем выстоять, потому что у нас одни и те же враги путинская Россия и фашистский Иран. Иран. Спасибо за субтитры Алексею